Риппи А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Снова прогуливаем? Мы как раз в школу собирались Да, прямо в класс Стихи сочиняли и заболтались Дети? Вы почему не в школе? А зачем им учиться? Они у нас поэты, министрели, барды Без меня, значит, сочиняете? Что, мы иногда вместе пишем стихи? Хе-хе-хе, стихи Я помню чудное мгновенье, как муха села на варенье Вообще-то стихи писать непросто Сами-то можете? Да хоть целую поэму Вот и отлично! Устроим поединок! Поединок – это соревнования двух соперников В средние века их устраивали быцари Сидя верхом, они неслись друг на друга Побеждал тот, кто выбивал противника из седла Еще проводили спортивные состязания Например, в кефтовании или борьбе Их организуют и сегодня Но больше всего я люблю словесные поединки Участники по очереди читают стихи И никаких тебе сиков и ушибов Фиксик пофиксил ксаракс и пиксель Как вам? Не очень Эй, посмотри, это же Фиксик сидит внутри Нет, все не то Зачем я согласился на поединок? Может, его отменить? И уступить Бася? Ни за что Хм, а если... Что-то главный поэт опаздывает Поэму пишет, небось Уже написал Профессор, а вам идет У-у-у, а факт, ну Начнем Кто сказал, что Фиксик не поэт? В нашем мире место есть искусству Сочинять стихи не бойтесь, а нет Доверяйтесь внутреннему чувству Давай, Дедус! Кхе-хе Буря мглою небо кроет Вихри снежные крутя То как зверь она завоет То заплачет, как дитя Эй, это не ваше творчество Зато это настоящие стихи Позвольте я продолжу То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашуршит То как путник запоздалый К нам в окошко застучит Наша ветхая лачушка И печально, и темна Что же ты, моя старушка? Кто старушка? Я старушка? Ну, держитесь, мальчики Ритм Жизнь моя нисколько не старушкина Быть поаккуратней попрошу Что сумели вы прочесть нам Пушкина? Ну, а я сама стихи пишу Слова великого поэта Что я еще могу прочесть? А вы тут сочинили это Ну, что ж, ваш ход Почту за честь Поэтом может быть любой Ну, скажем даже мы с собой Не бойтесь думать и творить И снег вертаясь всем дарить Признав сегодня ваш успех Добавлю, важно помнить тех Кто нас учил стихосложению И проявить к ним уважение Вот тут вы безусловно правы Нам классиков забыть нельзя Они заслуживают славы Согласен Да Ура, друзья! Вопрос всего один остался у меня Так кто же победил? Кто стихотворец дня? Ой, подождите, тут подумать нужно Уже все ясно Победила дружба! Ха-ха, класс! Вот это мы оба дали! Респект! Я тоже хочу стихи писать! Тогда сначала читай классику! Ха-ха-ха! 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 Фиксель по пикселам! Фиксель по пикселам! Фу! Зарядка! Пожалуйста, крутите быстрее! Устали, профессор? Э-э-э, нет! Просто мы с вами уже не в той форме! Мы? Вообще-то я в отличной форме! Фух! Фиксики в возрасте могут подзарядиться! Хе-хе-хе! Только если с вами за компанию! Хм! Еще чего! Мне по душе активная зарядка! Ай! 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 Но вам она не по силам! Напугали! Я такую утром делаю! Эть! 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 Неужели? А по вам не скажешь! Ой! И все! Я только размялся! Эх! Что это? О! Беспроводная зарядка! Очень кстати! А то я его не переиграю! Что-что? Говорю, зарядку! Продолжаем! Зарядка Знаете, в чем секрет беспроводной зарядки? Внутри нее спрятаны катушки из медной проволоки Они есть и в других гаджетах Например, в телефоне Когда зарядку подключают к сети По проводу бежит электрический ток И в катушках создается магнитное поле Если положить смартфон сверху на зарядку Его катушка тут же поймает это поле Так в ней тоже появится ток Заряд пошел И больше никаких спутанных проводов Правда здорово? Кстати, так заряжают не только телефоны Но и умные часы и беспроводные наушники Похоже, скоро провода в приборах Вообще станут большой редкостью Готовы? Всегда готов! Начинай с зарядки день Разгоняй зарядкой лень Приучай себя к порядку Волю закаляй Тело заряжай Всем нужна зарядка Мышки, флееру, планшету Гарнитуры и браслет Кто-то данные читалки Телефон у селши-палки Без зарядки гаджет Мультик не покажет Не устали? Не капельки Не капельки Заряди в пустой живот Суп-котлету и компот Приучай себя к порядку Вкусная еда Зарядит всегда Всем нужна зарядка Мышки, флееру, планшету, варнитуре и браслету Под камеречек Телефон у селши-палки Без зарядки гаджет Мультик не покажет Сдаетесь? Не дождетесь! Ночью время заряжать Заряжайся на кровать Приучай себя к порядку Вовремя ложись Ну подзарядись Всем нужна зарядка Мышки, флееру, планшету, варнитуре и браслету Фотокамеры, читалки, телефон у селши-палки Без зарядки гаджет Мультик не покажет Эй! Аааа У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а! У-у-у-у-у-у-у.. Загадок Есмелий Эй! Вы-Вы чего? Пс-пс-пс… Тяжелый… Загадок У-у-у-у-у-у-у! Ну вы меня напугали Нельзя же так перенапрягаться Говорите так, как будто вы вообще не устали И откуда у вас столько энергии? Ну... Беспроводная зарядка Стоило догадаться Маленькая и неспортивная хитрость Да уж Ну не сердитесь Может, второй раунд? Теперь по-честному Эта зарядка мне больше нравится Башня Дедушка, почему мы и дома учимся? Разве это учеба? Один тест и я вас отпущу Привет! Все занимаетесь? А мы попрощаться заскочили Летим в путешествия Ого! Одни? Да нет! С Басей, конечно Что, Симка, скучать будешь? Вот еще А вы же ненадолго? Может и навсегда Так, то есть как? Вы не можете так просто уехать? А это Бася решила Хочет башню посмотреть Так мы и здесь этих башен настроить можем А зачем? Как учебное пособие Нельзя же ничего не знать О великом архитектурном сооружении Кстати, к какой башне вы едете? Мы не помним Что стоите? Помогайте! Сломать башню из копиков легко А настоящая стоит сотни лет Сначала инженеры ищут для нее место Где почва точно не просядет Архитекторы делают 3D-модель будущего дома Затем строители заливают фундамент И строят этаж за этажом Когда высоты подъемного крана уже не хватает В него добавляют секции А если башня планируется очень большой Детали подвозят даже вертолетами Ну, про эту башню Бася говорила? Неа Тогда сделаем новую Может, просто фото посмотрим? Для тех, кто не хочет строить Все еще есть тест Ну, конечно О чем я думал? Ах, то, что нужно Она? Неа На ней она сто раз была Вспоминай Что она еще говорила? Ладно Нам пора Стойте, стойте Сейчас соберем другую Деду А что Дим Димыч родителям скажет Если они все это увидят? Скажет, он сам сделал Быстрее И чего дедус из-за этой башни так переживает? Если бы из-за башни Люди строили башни с древних времен С высоты было удобно вести наблюдение Вдруг приближается враг Тогда же появились и первые маяки Освещавшие путь кораблям Это тоже башни В средневековье на них начали вешать колокола Если где-то разгорался пожар Смотритель звонил изо всех сил И все бежали на помощь Потом на башню в центре города поместили часы Чтобы узнавать время Затем стало ясно, что внутри строения такой формы Можно хранить воду Сегодня самые высокие здания Это телебашни Но не только Современные небоскребы Сооружают для офисов И даже как жилые дома Опять не то? А вы вообще уверены, что летите смотреть башню? И как ее удержать? Кого удержать? Башню пизанскую заваливается Ой, сколько башен Этот дегас построил для вас Гениально! Ничем не хуже оригинала Так оставайтесь Ну, зачем куда-то уезжать? Хотите еще соорудим? Какая ваша любимая? Не знала, что вы такой деятельный Деятельный Бася, может, правда еще побудем? Тут школа Друзья И что мне с вами делать? Ладно, так и быть Оставайтесь с профессором А я полетела Вы ведь присмотрите за мальчиками? Ну, как же Не волнуйтесь Я на пару дней Куда я без вас? Какая же это башня Тут целый замок Крючок У-ху! Симка, прыгни! Брик, зачем вы сцепили фиксиборды? Так пароводикам веселее! И я Брик, а он Гик Здрасте! Вещи не по назначению используйте Ну-ну О, а как надо? Приходите в школу, узнаете Мы как раз хотели Сначала познакомьте меня с родителями Сегодня Жду Опа! О-о-о! Крючок Ненадежная штука! Тьфу! Хм! Зато многофункциональная Крючок Не просто удобная вешалка для курток и ключей На стройке крюки подзомных кранов переносят грузы Рыбаки берут крючки на реку Альпинисты в горы Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой Крючком с длинной ручкой бабушки вяжут шарфы В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк Да что там, даже крюк и когти птицы скрючены Чтобы колоть орехи и держаться наверх Вы в порядке? Еще спрашивайте Простите? Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не мое А с виду солидный фиксиков Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить Хотите сказать, я старая? Да, то есть нет Ну, знаете Намудрили Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот Кстати, где я? В научной лаборатории Дайте-ка угадаю Вы здесь работаете Вы догадливы? А вы не очень Может, поможете? Тут, если только крюком Вы не против? Тащите Советую вещи использовать по назначению Я тоже был рад вас видеть Уже поговорили? С кем? Ну, вы же сказали позвать родителей Бася Бася? Дети? Вы? Вы родитель мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков? Возмутительно Вы кое-что забыли Это вы придумали? Хе Моя школа Вообще Они у меня воспитанные Бабушку Многие фиксики Домоседы Но это не про Басю В молодости Я частенько переезжала С места на место Где я только не была Как-то в Париже Скончилась внушку Эйфелиной башни Когда ее строили А в Англии Членый лучайник Самой английской Королевы Было весело Но иногда одиноко Все изменилось Когда я увидела на свалке Две шестеренки Ржавые Ну хорошенькие И похожи Один в один Я их отмыла Ставила часы А они раз И превратились в дикое фрика И теперь мы с семьей Живем в человеческой квартире Но мы здесь не задержимся И в следующее путешествие Я поеду уже не одна Получается Дедус вас на крючок поймал Да Именно так Прошу заметить Благодаря ему Я вас спас Смешно вышло Я еще подумала Что за вредный старичок Меня тащит Как вы кричали Я чуть не оглох Так а нам в школу Теперь можно ходить? Думаю Здесь вам будет Чего поучиться Только без ваших шуточек Вот это мы не обещаем Но постараемся Тыдыщ! Подарок Подай Это мое Еще чего? Прикин Ну скоро Сами же звали ноутбук чинить Другой раз Да что на вас нашло? Не Нашло А? Нашли Подарок Мне Нет Мне Сейчас узнаем С любовь С любовь С любовью От Бася Зак дружба Зак дружбы С соседним племенам Это и так понятно Проверим Проверим 115 О, вот у меня так же получилось И кто у меня? Пожалуй, никто Это почему? Потому что на ноль делить нельзя Игрек Ты зануда Родители любят Сильных Умнее и сильнее глупости Родители любят Красивых И кто из нас Красивее? Верта Не томи Думаете так просто? Вы же одинаковые Все С меня хватит Я первый нашел Значит, подарок мой Что? Нож нет Помада? Для кого? Извините Для самого красивого Знаешь Это, наверное, тебе Да что ты Это тебе Забирай Ты же первый нашел Что нашел? Вася? Мы тут твой подарок нашли Случайно Только мы не поняли Зачем нам помада А кто сказал, что это вам? Кому же еще? Это я сама себе подарила А? У меня день рождения Или вы забыли? Порадовать на день рождения Маму, бабушку Или сестру Легко И вовсе не обязательно Что-то покупать Можно смастерить подарок самому Например Вот такую розу Из обычной салфетки Сначала ее надо Развернуть Теперь одну сторону Загибаем к центру Но не до конца И наматываем бумагу На два пальца Получился цилиндр Если его сжать Он станет похож На пултон Осталось Крутить вторую часть Салфетки Это стебель По пути Кончик салфетки Отогнуть вверх Вот и листок Красота Несколько таких розочек Чуть-чуть блесток И праздничный букет готов Такой подарок Долго не завянет Бася, мы просто подсмотрели У нас подарок покруче Правда? Мы дарим тебе желание Да Загадывай, что хочешь О, ну что ж Помните, я просила починить ноутбук Вот С него и начнем Пошли, Кварик Пойдем Гик Мы как раз помочь пришли С днем рождения С днем рождения Спасибо А вы знаете, кого из близнецов Любите больше? Сильного Умного Красивого Я люблю Я люблю их одинаково Они ведь у меня оба хороши Автопилот Налево Чтобы самолет летел без пилота Поезд ехал без машиниста Автомобиль без водителя Такое бывает Иногда машину ведет специальная программа Автопилот Захотел человек отдохнуть? Включил автопилот И транспорт едет сам Но только по курсу, который задал водитель Это помогает и сэкономить силы И не сбиться с пути Если дорога длинная Зря старался Я и без тебя знал Просто забыл Ага Думаешь, самый умный? Да Умнее тебя А у меня голова больше Проверим? Давай Ха, мелковато Дай-ка я А так Ты мерить не умеешь Ты тоже Во Сейчас точно измерим Так тоже не пойдет Ох Будем мериться колпачками Чья голова внутрь не пролезет Тот и умнее Я первый об этом подумал А я первый сделаю А вот ты нет Ха-ха-ха 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 Сам попробуй Надо что-то поменьше Видал? Как влитой Ты точно утонешь Не-не-не Тяни Там полно места Дальше Не пролезает Ха-ха Победа Не считается Ты тоже перемеривай Ладно, дурака валять Все равно проиграл Правда Не снимается Помогай А если открутить? Умно Еще идеи есть? Эм Пилу и разрезать Это все, что придумала Твоя большая голова? Бежим за помощью К Блассе Здорово Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи Думай сам Отлично Я по памяти доберусь Она тоже как автопилот работает Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает Тогда Ты будешь моим автопилотом Вперед! Современные машины Стали очень самостоятельны И речь не только про самолеты с автопилотом На фабриках и в магазинах Наравне с людьми уже давно работают роботы Сложнейшие аппараты в одиночку летают в гости И исследуют другие планеты А некоторые из них рисуют Сочиняют стихи И даже могут сами освоить музыкальный инструмент Получается, скоро умные машины везде заменят людей? Это вряд ли! Ведь даже у очень продвинутых роботов Нет самого главного Воображения Как и умение чувствовать Размышлять И мечтать Это доступно только людям И не поддается программированию Давай, давай! Еще чуть-чуть! Вот уж не думал Что быть автопилотом так тяжело Где же Бося? Я тут Гик? Зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее Я выиграл Засунуть голову туда? Умно Очень умно Вот и я тоже не понимаю Как тебе это удалось? А-а-а-а Самки Опускаем! Ух ты! Эх! Жаль, что у Пиксиков нет Деда Мороза Почему же нет? Но Сегодня он прилетит И даже прокатит тебя на санях Правда? Ура! Можно вас на секундочку Что за сказки? Где мы достанем Деда Мороза? Я все придумала Смеетесь? Я против маскарада Жалко устроить детям праздник? Ясно Но Саня, хотя бы сделайте С остальным я разберусь Фу-у-у-у Кажется, все Ого! Это же Санки Деда Мороза! А где он? Э-э-э А я никого не видел Мне пора Разочек скачусь Никто не узнает Санки Деда Мороза Я их сломал? Дед Мороз теперь даже разговаривать Оно и не будет Так мне и надо Дед Мороз? Это что такое? Я не хотел Оно случайно Починить поможешь? Ага Санки Простая, но очень удобная вещь К широким полозьям Крепят сиденья И вот уже можно возить грузы Или людей Там, где машины застрянут в снегу Сани проедут легко И не провалятся А если запрячь в них собак То вообще не угонишься Есть даже такой вид спорта Езда на упряжках А кому-то нравится Расправить над санями парус И на скорости скользить по льду Ну и конечно На санках здорово просто кататься Чем больше народу Тем быстрее и веселее Можно забраться на высокую горку Всей семьей И съехать вниз Так, чтобы ветер свистел в ушах Эхе-хе-хей Посторонись! Дырысь! Где мои сани? Еще дед? Я Дед Мороз Это я, Дед Мороз А вы самозванец У вас борода отклеилась Пойдем, прокачу Нет, я прокачу Санки мои Ах, так Сразу два Деда Мороза Класс! Вот это повезло! Действительно Два лучше одного Пожалуй, соглашусь Ого! Слез Дедов Морозов? Прикол! Ага Только один из них не дед А Дедус Мороз! Ха-ха-ха! Кто? Не руй за подарочком! Стреку свои санки в охапку Натяну я перчатки и шапку Набегу, набегу, набегу Все краснеет осы на морозе И все гуще следы от положья На снегу, на снегу, на снегу Санки, саночки, санюшечки Санки, мамечки, ванюшечки Я ухудшаю, упыкаюсь, как хочу, лечу С Новым Годом! Ты! Фонограмма А все-таки круто мы придумали устроить концерт, да? Ага Что будешь показывать? Я в зале посижу Погоди, все же участвуют Сцена эта не мое Еще как твое! Будешь... О, петь! Ага, может я лучше лекцию прочитаю? А может ты петь стесняешься? Просто я не артист Жалко! Шпуля любят, когда поют Да? Ну... Пошли, я из тебя звезду сделаю! Ай-яй-яй-яй! Мчится по дороге Двухколесный мой велосипед! Ай-яй-яй! Стоп! Так не пойдет Тебя плохо слышно Я же говорил Будешь петь под фонограмму? Открывать рот под музыку? Это же обман! Все звезды так поют И шпуле понравится А фонограмму мы тебе Что надо сделаем? Любая записанная песня Это фонограмма Знаете, как ее делать? Сначала композитор Сочиняет слова И простую мелодию Такую легко сыграть на пианино Или даже насвистеть Готовые ноты Отправляют в студию звукозаписи Тут в одиночку А то и целым оркестром С дирижером создается музыка Затем певец Слушает ее в наушниках И поет Звуковые дорожки Соединяют на компьютере И готово! Фонограммы нужны, например, на радио Но некоторые артисты Включают их даже Когда выступают на концертах А сами только делают вид Что поют Не знаю, как вам А мне больше нравится живой звук Играет музыка Играет музыка Ну, сжиги! Может, все-таки лекцию? Ай-яй-яй-яй, мчится по дороге Двухколесный мой велосипед Ай-яй-яй, жмут на педали ноги Панера! Это не твой голос! Панера! Панера! Пой сам! Ты справишься! Игрик, давай! Весь мир, весь мир Объеду я Весь мир, весь мир Объеду я Весь мир объеду Вернусь к обеду А не приеду Ешьте без меня Ай-яй-яй-яй-яй Шуршит резина Проскользну я сквозь любой затор Ай-яй-яй-яй Не нужна мне бензина Я лети, водитель и мотор Весь мир, весь мир Объеду я Весь мир, весь мир Объеду я Весь мир объеду Вернусь к обеду А не приеду Ешьте без меня Я же говорил, что сделаю с тебя звезду День рождения День рождения Жучка, ну как Похож на именинника А это для подарков О, Симка, приготовились Сюрприз готовит Пойдем посмотрим Каждый ребенок Обожает отмечать день рождения Еще бы Подарки, гости И, конечно, большой торт Со свечками Скажете Вот бы так каждый день Ценность праздника Как раз в том, что он бывает Только раз в году Да и есть одни торты Тоже быстро наскучит И, конечно, не грустите Если свечек пока слишком мало Повзрослеть всегда успеете Кстати, фиксики Тоже празднуют дни рождения Только за уши именинника Не дергают Вдруг вырастет таким большим Что перестанет помещаться в прибор А знаете, как нас поздравить? Ухаживайте за техникой И берегите ее от поломок Куда? Прям как Нолик Он один раз так врезался Синка Синка Сегодня могла бы не вспоминать Ой А что сегодня за день? День бабочек? Шапок? Дуделок? Каких дуделок? У меня день рождения! А-а-а-а Ну, поздравляем Ну, поздравляем И все? Ладно, пошли Здесь нам не рады О, вот и подарок Ой, Нолик Это мое Пока Эй, а ты куда? Девчонки, соберитесь Уже третий дубль А помните, как нас Нолик снимал? Да, вот умора была И вы надо мной смеетесь? В мой день? Чего это вдруг твой? Вы тоже забыли? Ага Лечу Вот папу вспомнит О, Нолик Помоги-ка Давай отвертку Что это? Это проектор Устроить дома настоящий кинотеатр Поможет проектор Его подключают к компьютеру Находят нужный фильм И видео по проводам Летит внутрь корпуса Яркая лампа и зеркала Раскрашивают кадры И готовое изображение через объектив Попадает на экран Точнее на стену Причем увеличившийся в несколько раз А некоторым проекторам и компьютер не нужен У них есть своя библиотека фильмов Папус, а ты помнишь, какой сегодня день? Угу, пятница И все? Вот возьму и улечу от всех Ну-ну Ну-ну Забыл, чем в прошлый раз закончилось Вы сговорились? Сегодня же мой... Нажми-ка ту кнопку Конечно Только это от меня и нужно Вот уйду к другим фиксикам Поплачете еще Они точно не забудут про мой день рождения Ой, что это? Нолик лучше всех! Нолик лучше всех! С днем рождения! А я думал, вы забыли! Ура! Теперь ты останешься с нами? До следующего дня рождения! Точно! Зуб О, это что-то новенькое! Всем привет! Сегодня у меня непростое испытание Я буду чистить зубы вот этим Электрической зубной щеткой Ой, вот это скорость! Интересно! Моточек что-то, да? Ха-ха-ха Круто! Не так страшна щетка, как ее жужжание Мам! О, котен! Смотри, что покажу Я первая! У меня зуб выпал Вот! Друзья, вернусь к вам позже Зубы блеск Сегодня я наконец-то вижу Зубную фею! Но она же приходит, когда все спят Я твердо решила не спать Ха-ха-ха! Отличный план! Что же она мне подарит? У меня есть щетка и для молочных зубов Во рту взрослого человека 32 зуба Но вылезают они не сразу, а по очереди Когда дети еще не умеют ходить и говорить Продезаются молочные зубы Перед школой эти зубы выпадают Чтобы на их месте появились постоянные Такие терять нельзя Новые вместо них уже не вырастут Но заботиться нужно и о тех, и о других Чистить их и есть меньше сладкого Уснула Мама? А? Хотела книжку почитать А ты почему не спишь? Фею жду Ах, да! Фух, чуть не попалась Так, мы до утра прыгали будем. Надеюсь, феи шоколадки дарят. Щетку я не донесу. А? Мама, опять ты? Фея! Ага, зубная. Вот это да! Наконец-то! Тю-тю-тю-тю-тю! Давай ты мне зуб, я тебе подарочек и полетела. У вас крылья не настоящие? Это для красоты! Я на мопеде летаю. Ой, это помогатор? Что? Где? У вас помогатор! Вы фиксик! Загружалась я тут! Пора! У меня еще сто зубов! Сто детей впереди! Чао! А зуб? Ах да! Привет Фрику и Гику! Ага, передам! Ой! Вы их бабушка? Ух ты! Ты умеешь хранить тайны? Ага! Да! Я их, Бася! Ну, я полетела! Ты-дыщ! Люди любят верить во всякие чудеса. Выпал у ребенка молочные зубы. Сразу же надо спрятать его под подушку, чтобы фея или мышка обменяли его на подарок или новый зуб. Другие маленькие мечтатели верят, что молочные зубы забирают тролли и эльфы. Некоторые подбрасывают зубы в воздух, взрывают в землю или закидывают на крышу, представляете? А кто-то верит, что выпавший зуб поможет стать кем ты хочешь. Поэтому будущие футболисты закапывают зубы на стадионе, а врачи возле больницы. Хотя, по мне, настоящим профессионалом может стать только тот, кто много учится и тренируется. О как! К массажу готово! Мам, смотри, что мне фея подарила! А детям точно можно этим? Детям в первую очередь. Ты смотришь мои обзоры? Да, конечно! Смешно? Хе-хе, смешно! У зубной феи отличный вкус! Ага, и шоколадка объедение! Какая шоколадка? Эээ, щетка просто класс! Сама очистит! Вот бы еще домашку за меня делала! Причем тут шоколадка? Причем тут шоколадка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Всего субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова